Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня с вами рассмотрим классные ловушки, в которые могут попасть даже именитые гроссмейстеры. Видео рекомендуется для просмотра квалифицированным шашистам, начиная от первого разряда и выше. Рассмотрим дебют обратной игры Бадьянского. CD4-HG5, GH4-DC5, BC3. Здесь можно играть либо G6, либо CD6. Тут все сводится к одному варианту. Допустим, CD6-FG3, GH6. Белые атакуют правый фланг черных и черным надо меняться назад. Белые играют DC3 и возникает известная позиция в теории. Черным надо играть DE5, белые играют BA5. У черных есть 4 хода. Значит, GF4 уже быстро проигрывает. AB6 это ход гроссмейстера Валентина Абаулина. Также, похоже, проигрывает. Есть интересная ловушка. ED6. Такой ловушечный вариант. И самый правильный вариант играть FG7. Давайте рассмотрим все 4 хода. После GF4 у белых простой выигрыш. То есть, они отдают шашку, забирают 2, ну и затем отъедают шашку C3 и постепенно выигрывают. Тут ничего сложного нет. Значит, ход AB6 также, похоже, проигрывает. Этот ход был предложен гроссмейстером Валентином Абаулиным, но его все время опроверг гроссмейстер Виктор Литвинович. Смотрите, белые меняются вперед и черным надо играть не D6. Здесь белые делают классный ход CD2. Вроде бы сдвигается опорная шашка, но мы удерживаем вот эту вот связочку. Ну и далее, возможно, FG7 и белые играют CD4. Черные меняются еще, надеясь добиться ничьей F5. Естественно, бьем в эту сторону. Черным приходится бить назад. И белые здесь постепенно выигрывают. Смотрите, допустим, GF6, GH6. И получается очень неудачное сочетание шашек H6 и шашек H8. При отсутствии у черных шашки на поле F8. Ну и далее все форсировано. BC5, AB2, FE5, GF2. Черным надо как-то пытаться вылезти в центр. Допустим, ED4, тогда нападаем. Надо закрываться. Еще раз нападаем, надо снова закрываться. И вот здесь гроссмейстер Виктор Литвинович предложил ход HG5. Очень сильный ход, но все-таки здесь есть ничья за черных, друзья. Давайте я вам покажу. То есть черные играют DC7. И допустим, на ход FG3 уже играют B7. Ну и далее, возможно, такой вариант. ED2, AB6, GH4. Черные хотят прорваться в дамки, но белые жертвуют шашку и хотят играть вот на эту связку. Допустим, HG5. Черным приходится возвращать лишнюю шашку. Ну и далее, HG7, DE3, GF6, EF4, FG5, ED4, GF6. Если черные пойдут в дамки, то это проигрывает. Белые подрывают пункт D6 и легко выиграют эту позицию. Но здесь у черных есть прикольная ничья, DC3. То есть, видите, назад бить нельзя из-за несложного удара. И побеждают здесь уже даже черные. Прошу прощения. Поэтому приходится бить вперед. А эта позиция ничейная, она не выигрывается. Вот так вот. То есть в книге курс шашечных дебютов Литвинович Негра рекомендуется ход HG5. Он все-таки не ведет к выигрышу при правильной игре черных. А правильно, друзья, в этой позиции просто выжидать. Ну, допустим, FG3. Так. BC7 вроде надо. Тогда EF2. CB6 вроде надо. Напали. EF6 вроде надо. Тут, видите, черным даже не отвернуть. Просто заходим в люпки. И на BC7 здесь вот надо сделать точный ход. То есть, видите, естественно, дамку вставить нельзя. Из-за несложного удара. Ну, и здесь белым, конечно, не победить. Поэтому просто меняемся назад. И затем следующим ходом ставим дамку. Вот здесь уже выигрыш в люпке. За белым. Так, рассмотрели ход AB6. Он также проигрывает. Поэтому здесь надо играть либо ED6, либо FG7. Давайте теперь рассмотрим ход ED6. Он носит ловушечный характер. Смотрите. Играем AB4. Черные строят ударный кулак в центре. Ходом FG7. Приходится его разрушать таким образом. Ну, и здесь есть, конечно, дохленький ход. На ничью DC5. С идеей потом разменяться вот таким образом. Ну, и черные там постепенно будут на ничью убегать. Но есть ловушечный ход DE5. Вот это шлиф гроссмейстера Юрия Королева. Тогда меняемся вперед. Ну, и после хода CD6. Вот здесь на что рассчитан шлиф. Смотрите. Если белые играют EF2, тогда черные играют DC5. Белые играют FG3. Ну, и на ход DC7 играют GH2. То есть, видите, у черных связан их сильный левый фланг. Кажется, что поражение черных неизбежно. Но здесь есть тонкая ловушка. Черные зажимаются ходом AB6. И на ход AB2 делают ход BA7. Последний ход. Вот здесь, друзья, выигрывает за белый ход BC3. То есть, кажется, что так играть не хочется. То есть, есть ходы CD6, CD4. Но обе эти развязки ведут к выигрыше белых. Я не буду вдаваться в детали. Но здесь, поверьте, выигрыш белых. Можете сами проанализировать эти варианты. А обычно все в партиях, особенно в Блиц, играют BA3. Этот ход набрашивающийся. То есть, BC3 же не хочется играть, да? Из-за вот этих развязок. Хочется сыграть BA3 и все, вроде бы выиграно. А на самом деле здесь есть прикольная ловушка. Играем CB4. Куда бить? Правильно, конечно, бить на C5. Ну и после всех разменов белым надо стремиться к ничьей. Ничьа у них есть. А если побить назад, то этот ход проигрывает. Как ни странно. Черные без шашки. У них связка левого фланга. Но выиграют именно черные. В чем идея? Есть три хода. CD4, AB4 и CB2. Давайте рассмотрим их все. На ход CD4 следует несложная комбинация. AB4, CD6. Ну и вот кулак начинает работать. Кулак черных на левом фланге. Именно с этого фланга черные наносят мощный удар. То есть, так играть нельзя. Если, допустим, сыграть AB4, тогда черные играют CD6. Ну и на ход CB2 уже играют AB6. Допустим, BA3 и BA5. Ну и все. Белым, несмотря на лишнюю шашку, просто некуда прилично пойти. Остается только сдаться. И последний ход в этой позиции CB2. Тогда CD6. Ну и естественно, CD4 снова нельзя играть из-за удара. Мы его уже смотрели сегодня. То же самое. То есть, приходится играть на AB4, AB6 и BA3, BC5. Это мы тоже уже видели. Если же белые пытаются отдать лишнюю шашку, тогда аккуратно бьем на F4. Ну и после всех разменов снова побеждают черные. Ну, так как ловушка гроссмейстера Юрия Королева. Ну и здесь, друзья, мне в этой позиции, допустим, мы играли с Евгением Кондраченко эту позицию в матче. И вот Евгений сыграл AB6. Здесь я мог опровергнуть вот эту ловушку Юрия Королева. Смотрите. Играем AB6. В чем идея? Нельзя играть CB4 из-за хода BC3. И после размена, видите, у черных просто нечем играть. То есть, грозит DC3, затем CD4. Ну и черным остается только сдаться. Уже понятно, что проиграно. Евгений сыграл CD4. То есть, временно пожертвовал шашку. И тут были два плана игры. Ну, естественно, FE5 быстро проигрывает. Черные вроде бы возвращают отданную шашку. Но после хода CD6 белые выиграют за счет рожна. Шашек поровну. Но у белых шашка на D6 по силе равна двум шашкам. Поэтому так кэши играть нельзя. Поэтому Евгений в этой позиции сыграл BC7. Я сыграл BC3. И вот здесь я ошибся. Я сыграл CD2. И черные постепенно достигли ничьей. Я уже был в цитноте. А потом мне удалось найти прикольный выигрыш за белый. Надо было сыграть GF2. И у черных снова есть два варианта. Если они играют DC7, здесь выигрывает жертва. Далеко не очевидно. HG5. Вот этого я в расчете во время партии против Евгения Кондриченко, конечно, не видел. Надо было посидеть, подумать. Ну, в блице тяжело найти в цитноте такие варианты. И вот здесь надо меняться. После жертвы FG3. И вот здесь везде выигрыш. Ну, допустим, CB6, CD4. GF6, GH4. Тут два варианта тоже. После того, как черные возвращают лишнюю шашку, просто играем CD2. И черные проигрывают. Из-за своей отсталой шашки H8. Ходить снова некуда. Если в этой позиции черные пытаются прорваться в дамки, ну, здесь несложный выигрыш. Проводим одну шашку в дамке. Затем проводим вторую шашку в дамке. Ну, и тут какая идея. Значит, проводим шашку H4 в дамке. Затем строимся дамками коробочкой на полях F8, F6 и H6. Ну, и черная дамка неминуемо гибнет. То есть, либо таким образом ловим. Если черная дамка уйдет, тогда ловим таким образом. Вот и выигрыш легкий. Вот такой далеко не очевидный выигрыш был у белых. Также проигрывал здесь вот такой разбен. Fe5. Здесь выигрыш тоже довольно-таки простой. CD4. Значит, тут возможны два хода. Если черные меняются, CD6. Занимаем пункт C5. И одна шашка держит две шашки черных. Видите? Ну, и тут все форсировано. Допустим, Fe5, FG3. HG7, CD2. GF6, GH4. EF4, EF4. Меняемся. Ну, и все. Черным как-то ходить некуда. Остается только сдаться. Ну, и последний вариант. Если черные, допустим, в этой позиции играют D7, просто побеждаем за счет центра. Грозит CD6, поэтому играем CB2. Ну, допустим, HG7. Играем Fe3. Построили колоночку. Грозим CB6. Ну, после хода CB6 просто побеждаем за счет центра. Понятно. Центр белых мощный. Такая прикольная ловушка гроссмейстера Юрия Королева. Но, как видите, она опровергается при правильной игре белых. Тем не менее, в блиц так иногда можно изредка играть за черных. Ну, и рассмотрим теперь самый логичный ход в этой позиции. FG7. То есть, черные, видите, выстроили ударный кулак на своем левом фланге. И хотят разменяться EF4 и уже получить преимущество. Поэтому белые временно жертвуют шашку CD4. Ну, и здесь в теории рассматриваются ходы AB4, CD2. Но, мне кажется, самый сильный ход это GF4. Вот это уже шлиф чемпиона СССР Василия Сокова. Смотрите. Черным надо играть ED6. И вот здесь играем CD2. У черных есть два варианта игры. Ну, возвращать шашку бесполезно. Просто побьем назад. Там у черных никаких шансов на ничью нет. То есть, либо играть AB6, либо CB6. Давайте рассмотрим оба плана игры. После CB6, например, как было в партии двух гроссмейстеров. Юрия Андреева и Олега Дашкова. Партия 2000 года. Белые побили CB4. И вот здесь белые побеждают во всех вариантах. Допустим, DC7, HG3. Черные проводят сами жертву шашки. То есть, у черных была лишняя шашка здесь, да? Но белые ее отыграли и получили уже сами перевес. Черные еще надеются на ничью, потому что у них ржон очень сильный на поле C3. Но белые здесь возвращают лишнюю шашку и играют AB2. То есть, видите, хода ЕД4 нет из-за хода GH2 и будет грозить выигрыш шашки. Поэтому приходится играть AB6. Тогда играем BC3. И вот здесь связка левого фланга черных приводит к проигрышу черных. То есть, в партии было БА5, ЕД2 и черные сдались. В чем идея? На ход GF6 играем FE3. Ну и на неизбежный ход FG5 просто меняемся вперед. И видите, черным нельзя идти в дамки. Из-за простого ЕF4 надо ставить дамку. Тогда эту дамку ловим. Ну и тут легкий выигрыш. Белые проводят все три шашки в дамки и постепенно побеждают. Тут никаких проблем с реализацией нет. Поэтому Олег Дышков в этой позиции сдался. Сейчас рассмотрим вариант похожий. Значит, если в этой позиции белые играют AB6. И вот теперь меняются. Вот таким образом. Здесь все-таки у черных есть ничья. После AB6 ничья есть. То есть, позиция похожа на предыдущую. Белые снова играют HG3. И на ход GF6 снова возвращают лишнюю шашку. И играют AB2. Но здесь все-таки черные спасаются. Есть ход DC7. Он ведет к поражению черных. Здесь очень красивые варианты. Но ход ED4 все-таки позволяет черным достичь ничьей. После DC7 белые везде побеждают. Смотрите. И очень красиво. BC3. Не даем ход ED4. Ну, приходится играть HG7. С идеей разменяться на поле D4. Тогда играем AB4. Ну и здесь есть два варианта. Если черные меняются все-таки на D4. Тогда играем GH2. И угроза FG5 неотразима. То есть, белые грозят выиграть шашку. Ну, на GF6 будет FE5. Также шашку выиграли. Это понятно. Если черные играют CB6, вроде бы ничья окажется на первый взгляд. Непонятно, как удержать белым связку. Но здесь белые красиво выигрывают за счет жертвы. Нападаем. Надо отходить. И отдаем шашку. И теперь играем вот на эту связку. Несмотря на лишнюю шашку, черные снова проигрывают. Далее. EF2, AB6. FE3, BC5. И GH2. Черным надо играть FG5. Единственный ход. Тогда меняемся и попадаем в дамкидс выигрыш. Вот такой прикольный шлиф. Это шлиф неоднократного чемпиона СССР Василия Сокова. Все-таки правильно играть ED4. Вот здесь есть ничья. Значит, белые играют GH4. И черным надо играть DC7. Далее белые играют AB4. И вот тут есть три хода. CB6. Красиво проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Далеко не очевидный выигрыш. И красивый. Красиво жертвуем шашку. И заходим в люпки. То есть, видите, черным отходить куда-либо бессмысленно. Но еще есть какая-то присоска. Лучшее сопротивление. Тогда, естественно, бьем вперед. Ну, BE5 играть бесполезно. Поэтому надо присасываться еще раз. FE5. Но здесь есть форсированный выигрыш. Тоже можете поставить видео на паузу. И попытаться найти самый простой выигрыш за белых. Бьем на А7. Пропускаем черных в дамки. Жертвуем шашку. И просто ее разминиваем. С неизбежным AB8. Ну и черным остается тут только сдаться. Лучшего не видно. Так. Выяснили. CB6 проигрывает. Здесь обычно все играют в этой позиции АЖ7. Но ничья здесь не такая простая. То есть вот в этих вариантах как раз гроссмейстер Сергей Белошев рассказывал на одном из стримов, что он дважды играл с гроссмейстером Романом Щукиным из Питера. И один раз выиграл. Второй раз все-таки Роман выучил варианты и сделал ничуть. Как видите, друзья, уже дважды гроссмейстеры попадались вот в этих вариантах на проигрыш. То есть первый раз Олег Дашков проиграл. Второй раз Роман Щукин. Тут может проиграть вообще любой шашист. Варианты полезные. Значит, играем Б3. У черных единственный ход. ФЕ5. Тогда играем Ж2. Меняемся вперед. Ну и на ход ЖФ6 играем ЕФ2. Вот здесь ФЕ5 красиво тоже проигрывает. Играем ФЖ3. И черным надо жертвовать шашку. Допустим, ДЦ3, ЦБ6. Тогда играем снова ДЦ3. И на ход БЦ5 здесь выигрывает только ход ХЖ5. В чем идея? На ход СД4, но лучшего не видно. Играем ЖХ4. Получилась присоска снова. Ну и после всех разменов выясняется, что позиция в пользу белых. То есть на любой ход играем ДЦ3 и легко выигрываем. Вот этот шлифт мне показал международный гроссмейстер Евгений Кондраченко. Но все-таки, друзья, в этой позиции еще была ничья. Значит, смотрите. Черным надо было пожертвовать шашку и сыграть ФЕ5. Но белые продолжают давление. ФЖ3. ЦД6 единственный ход. Тогда БА5. ДЦ5 снова единственный ход. Меняемся назад. ДЦ3. ФЕ3. И вот здесь ходы черных СБ4, ФЕ5 уже проигрывают. А к ничьей ведет лишь неочевидный вариант. ЦД4. И ЦД2. Ну вот здесь на любой ход уже ставим дамку именно на поле С1. С неизбежной угрозой ФЖ5. Ну, допустим, ДЦ7. Черные меняются. Следующим ходом захватывают большую дорогу. И вот это единственная ничья. Все остальное проигрывает. Видите, в этих вариантах у белых огромное преимущество. А самая простая ничья, друзья, в этой позиции. Не надо играть, естественно. ЦБ6 проигрывает. АЖ7. Также сложная ничья. Самый простой вариант здесь ФЕ5. Тогда белые вынуждены меняться. ЕД2. Ну и на ход ЦБ6. Здесь уже белым надо быть аккуратным. Правильно. Лучше всего сыграть ДЦ3. Ну и после ходов БА5 или БЦ5 бьем две шашки. Черные также прорываются в дамки. И партия заканчивается быстрой ничьей. Но если тут попытаться играть на выигрыш ДЕ3. То лучшие шансы уже получают черные. Допустим, БЦ5. БА3. ДЕ5. Надо меняться. Бой-бой. Ну покажу тут вариант. Прикольная ловушка есть. По-моему, ее впервые на нее поймал соперника чемпион СССР Эльшат Мурсалов. Значит, смотрите. Ну допустим, ХЖ5, БЦ3, ХЖ7, ЖЖ2, ЖФ4, ЦБ4, ЖФ6, БА5. Черные играют ФЖ5. И белым надо играть ФЖ3. Уже преимущество перешло к черным. Черные нападают. И белые еще думают, что ничья не за горами. Ну, в принципе, так и есть. Ничья еще достижима. После того, как и белые, и черные ставят дамку, черные уходят на А4. И тут, конечно, правильно сыграть БА5. С ничейной позицией. То есть черные здесь победить все-таки не могут. Но если белые здесь сыграют ДЦ7, очень часто этот ход делают, особенно в ЦИТ-ноте, то здесь у черных красивый выигрыш. ЕД4, и выясняется, что бить некуда. Ну, шашкой бить бесполезно. Побьем и шашку, и дамку. Поэтому приходится бить дамкой. Тогда черные бьют на поле Е1. И затем обрезают белых по большой дороге с выигрышем. Так что, друзья, будьте аккуратны. Вот в этой позиции вместо хода ДЕ3 лучше играть ДЦ3 с быстрой ничьей. Так, рассмотрели шлифы Василия Сокова. Значит, какой еще тут был возможен вариант вот в этой позиции? Если белые не играют ФЕ5, а, допустим, играют БЦ5. Здесь у белых также очень большое преимущество. Играем АБ2. Ну, вот здесь есть два хода. ДЕ5 еще ведет к ничьей, сложнейшей. А вот ход СД4 красиво проигрывает. Давайте разберем СД4. Он напрашивающийся ход. То есть черные вроде бы ставят сильный рожон на поле Е3. Но белые здесь форсированно побеждают. Например, ВЦ5. Ну, надо отыгрывать шашку БА7. И здесь белые делают блестящий ход ВЦ3. И выясняется, что черные проигрывают. То есть, если отыгрывать шашку черным таким образом, тогда на любой ход грозит ЕФ2 и черные лишаются своего красивого рожна. Заодно и шашки. Белые побеждают. Если же играть, допустим, ЕД2, то снова выигрывает уже знакомый нам прием присоска или контур-удар. Играем СД6. Ну, приходится бить на Е5. Тогда играем ЖФ2. Ну, и после хода ЖФ6 играем ЕД2. С неизбежным ФЕ3. И черным снова остается только сдаться. Никакого сопротивления они серьезного оказать не могут. Выяснили, ход СД4 проигрывает. Вот ДЕ5 еще есть ничья. Так, побили, побили. Побили, естественно, назад. Играем БЦ3. Ну, здесь есть два плана игры. ЖАш4. Так, ЖАш4 проигрывает. И вот ЕФ4 все-таки ведет к сложной ничье. Ну, естественно, ДЕ7 тоже плохо играть. Так, ДЕ7 красным отмечу. Белые играют просто, допустим, на ДЕ7. ЕД4 не дают поменяться. Ну, и, допустим, на БЦ7 уже тупо идут в дамки. Надо меняться. Тогда играем АБ4. АБ4. Размена. Черные еще надеются. Ничего. А здесь следует четкий ход. АЖ3. То есть, нельзя нападать. Последует БА5. А, допустим, на ход ЖАш4 жертвуем шашку. И нападаем. Ну, и здесь белые побеждают во всех вариантах. Допустим, сюда, сюда. Пожертвовали шашку. Напали. Так, как тут проще всего выиграть. Ну, допустим. Допустим, пошли сюда. Поставили дамку. Да, проще всего выиграть таким образом. Ну, и разменялись. Все. Легкий выигрыш. Выяснили. Ход ДЕ7 проигрывает. Также проигрывает ход ЖАш4. Здесь, конечно, напрашивается ход ЕФ4. Но он ведет лишь к ничьей при правильной игре черных. Здесь правильно играть СБ4. То есть, выигрываем именно за белых позиционно. И на ход ФЖ5 меняемся назад. В чем идея? Допустим, ЖФ6, АБ4, ФЕ5, БЦ5. Ну, допустим, АЖ7. И вот здесь выигрывает четкий план игры. ФЖ3. Только такой размен ведет к выигрышу. Допустим, далее ЖФ6, ЖАш4. Покажу примерный план игры. ЕФ4. Грозит ФЕ3. Поэтому надо отходить. Допустим, ДЦ7 напали. Надо отходить. И вот здесь СБ6 ведет лишь к ничьей. Правильно играть Б7. Ну, вот тут уже выигрыш становится очевидным. Допустим, очевидным. Допустим, ФЕ3, АБ6. ДЕ5. Отдали шарочку. Зафиксировали. Надо играть ЖФ4. Ну, и отъедаем затем шарочку Е3. И черным остается только сдаться. Никаких шансов тут на ничью у них нет. Ну, такой примерный план игры. Ну, и теперь последний вариант на сегодня. ЕФ4. Здесь можно играть ЕД4. Но черные здесь все-таки достигают ничьей. Допустим, ФЕ3. Надо меняться. Да, у белых преимущество. Но черные все-таки успевают занять поле H2. И тут грозят взаимные прорывы. На ослабленном правом фланге. Тут выигрыша нет. Лучше всего сыграть ЕД2. И тут вот есть красивые ловушки. Значит, у черных единственный ход ФЕ5. Тогда нападаем. Надо меняться. Ну, допустим, АБ4. Б7. БЦ5. АЖ5. СБ4. АЖ7. ДЦ3. Ну, естественно, Ж6 здесь проигрывает быстро. Допустим, на Ж6 играем просто АБ6. И что-то как-то некуда ходить. Так. Если играть ЖФ6, точный ход, тогда играем АБ6. Тоже точный ход. И вот тут у белых есть ловушка. Если черные сделают напрашивающийся ход, ДЕ7, с идеей разменяться, да, то белые здесь побеждают. Играем Б5. То есть, видите, меняться стало невыгодно. То есть, сюда бить нельзя. Белые пройдут дамки. Сюда тоже бить нельзя. Белые снова побеждают. То есть, черные еще жертвуют шашку, надеются на ничью. И играют ФЕ3. Ну, здесь выигрывают красивый ход. СД6. И снова присосочка. И снова черным некуда бить. Можете убедиться в этом сами. Белые выигрывают везде. А ничья в этой позиции за черных еще была. ХЖ3. Надо жертвовать шашку. И черные ставят ржон на поле Е3. Белые играют ХЖ3. Надо нападать. И белые закрываются. И вот здесь черных спасает вторая жертва. ЕФ2. Остальное проигрывает, естественно. И ФЕ3. Белые играют БЕ5. И черные играют ЕД2. Теперь уже кажется, что белым остается только сдаться. Но у белых есть красивый форсаж. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти ничью за белых. Тоже симпатичная вещь. СД6. Ну и куда бы черные не побили, везде ничья. Например. Побили сюда. Сюда. Побил. Сыграл же Ф4. Побил. Побил. Ну и партия постепенно заканчивается ничьей. Друзья, если вам понравились секретные варианты. Чемпион СССР Василия Сокова. Чемпиона мира, гроссмейстера Юрия Королева. То не забывайте ставить большой палец вверх. И подписываться на канал. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры сделал DimaTorzok.